Итак, весна пришла, а вместе с ней новые законы и правила. С 1 марта изменения ощутят затягощенные кредитами предприниматели, жители многоквартирных домов и автолюбители. Станислав Юдин расскажет подробности. С 1 марта весеннее обновление придет в города. Они должны стать чище и аккуратнее. Многие новшества касаются сбора и вывоза мусора. На территориях общего пользования на расстоянии не более сотни метров друг от друга должны появиться урны, которые положено опустошать раз в сутки. Контейнерные площадки около домов необходимо огородить с трех сторон и регулярно обрабатывать от насекомых и грызунов. Запрещено теперь сжигать опавшие листья. Их нужно вывозить на свалки. В первый день весны вступают в силу новые правила для жителей многоквартирных домов. Управляющие компании будут обязаны раз в месяц проводить очистку и дезинфекцию мусоропровода. Автомобилистам на придомовой территории запретят мыть машины, сливать топливо и регулировать звуковые сигналы. Запрещено также разгружать товары в магазины и офисы со стороны жилых домов, где расположены входы в подъезды. Такие санитарные правила будут действовать до 2027 года. С 1 марта в России должна была стартовать реформа техосмотра. Теперь ее перенесли на октябрь. В выигрыше оказались автовладельцы, у которых заканчивается срок действия диагностической карты. До 30 сентября этого года можно ездить без техосмотра. Оформят без него и полис ОСАГО. Семьям с низким доходом снова потребуется заявление для оформления пособий на детей до 3 лет. Ранее они начислялись автоматически. Обратиться за назначением можно в органы соцзащиты или многофункциональный центр, а также через портал госуслуг. Выплата назначается, если средний доход семьи меньше двойного прожиточного минимума, установленного в регионе. В марте заканчивается действие послаблений для банковских заемщиков, столкнувшихся с падением доходов или заболевших COVID-19. До этого им должны были проводить реструктуризацию кредитов, чтобы сделать выплаты посильными. Должников также не могли принудительно выселить из жилых помещений. Истекает и срок упрощенной регистрации безработных, введенный год назад на фоне начала пандемии. Временные правила позволяли встать на учет в центрах занятости дистанционно, без сбора дополнительных документов. С 23 марта на оформление собственности смогут сэкономить дачники. Закон дает возможность исправить все реестровые ошибки, уточнить границы земельных участков и поставить на кадастровый учет ранее неотмежеванные. Подать заявку на работы может председатель Садоводческого товарищества.